Добрый день, уважанные сябры! Мы рады заусюду витать вас у нашей библиотеки, але сегодня день особливый, святочный. По инициативе ректората нашей Академии принято решение об установке на будинку библиотеки, мемориальной дожке вядомому письменнику Беларуси, перакладшику и публицисту, академику двух академий навок, украинской и беларускай, Янку Купалу. Вельми символично, что это решение принято в год книги. Этот год наугу багаты на юбилеи беларуских письменников. Янка Купала неаднаразова бываў у горках, у академии, чытаў свои вершы перед студентами. У першыш свой приезд ён пасябраваў с директором библиотеки Дземьяном Романовичым Новиковым, и гэта дружба продаўжалаць да канца жыцця паэта. У червіні 41-га на шляху ў эвакуацію паэт заэхаў разлітацца с сябрам и выказаў думку, што трэба ратаваць біблиотеку, бо немцы худка будуть ў горках. На жаль, гэта гэта зрабіць не удалося, і біблиотека была абрабавана і знішчана. Разам з будынкам і фондам біблиотекі згарылі фотосдымкі, кнігі з аутографам Янкі Купалы, падараваная Дземьяну Романовичу Новикову. Кнігі знішчаны, але наша память не загіні ніколі і падцвежэнне таму наша сягоднішнія свята. Дозвольте мене запросить до микрофона ректора нашей академії Александра Павловича Курдык. Главное, моё сотрудники, 1 сентября, День знаний, ещё раз с праздником поздравляю и символичам, что в этот день у нас такое проводится мероприятие, посвящённое открытию памятного знака Янкі Купалы. В 2011 году был издан указ президента Республики Беларусь о мероприятиях, посвящённых 130-летию, со дня рождения Янкі Купалы и Акуба Колоса. Согласно указу, в стране создан оргкомитет по их проведению, Министерством культуры Беларуси разработан план юбилейных торжеств в честь беларуских поэтов, а в местах, с которыми связана их жизнь, творчество, проведены и проводятся торжественные мероприятия, такое, как наше сегодня. Не могу не напомнить о том, что на собрании, посвящённом открытию в 1925 году Белорусской государственной академии сельского хозяйства имени Октябрьской революции, после объединения Белорусского института сельского листового хозяйства с Горецким сельхозинститутом, присутствовали поэты Янкі Купалы и Акуб Колос. Последний выступил перед будущими специалистами сельского хозяйства со следующими словами. Нехай закрасуется академия богатым пышным лугом, садом. Нехай господары гэты земли высоко несут червоностях, працы и культуры. Нехай живи академия, дие традициями, які склалися у горках. А традиции у нас большие, и примечательно, что к ним имеют непосредственно отношение знаковые до страны люди. Таким является Янкі Купалы, который неоднократно посещал академию, участвовал в заседании научного общества нашего вуза по изучению Белоруссии, был почетным членом этого общества. Поэт еще 90 лет назад создал концепцию белорусской государственности. В своих публицистических произведениях неоднократно затрагивал вопросы, так или иначе связанные с нашей национальной идеей. На страницах периодики рассуждал над такими важными понятиями, как независимость, родной язык, гимн. На уроках литературы нам всем рассказывали о Купале, как о народном поэте. Одновременно с этим он вошел в историю так же, как публицист, прозаик, переводчик, академик сразу двух академий. Янка Купала для нас один из национальных героев. Его именем названы Институт языка и литературы, Национальной академии наук Белоруссии, Национальный академический театр в Минске, Гродненский государственный университет, поселок в Лузском районе, деревня в Пуховическом районе, библиотеки, школы, улицы во многих городах и населенных пунктах республики. Сегодня мы также открываем памятный знак, который посвящен великому поэту и подчеркивает роль Янки Купалы в становлении и развитии Белорусской сельскохозяйственной академии. Важно, что этот знак будет находиться на здании академической библиотеки, без которой немыслимое образование, наука и воспитание будущих специалистов. Ну и, конечно же, я искренне уверен, что эти вот знаки памятные, которые имеются на этом здании библиотеки, найдут свое достойное место и на здании новой библиотеки, строительство, которое фактически мы уже начали в академии. Запрашаю до микрофона загадшицу кафедры белорусской и русской мови Скекевич Татьяну Ивановну. Поэзия Янки Купалы – это поэзия саправды народная. Имя любого вядомого поэта за усёды у нашим уяулень не связывается с имем яго родины. Але ёсць имёны, які з'являюцца легендами. Имёны – символы. Калі мы их чуем, то перад нами ўстае шматвяковая гістория усяго народа и ўсёй краины. У русских – гэта Пушкін, у украинцаў – гэта Шаучэнка, а у нас – белорусов – гэта Янка Купала. Яго творчасць, яго дзейнаць непарывна звязана с думами, марами, с бедами і радастями белорускага народа. І таму, калі мы гаворым Купала, то мы за усёды ведаем, што гэта наша радзима, гэта наша Беларусь. Хачу запрасіць до микрофона кандыдата історычных навук поэта Сушкова Константина Петровича. Иван Доминикович Луцевич, который вошёл в культурное пространство под именем Янки Купалы, является достоянием не только белорусского народа, но и всего человечества. Это, наверное, доказывать не надо, потому что, если ознакомишься с его произведениями, с его поэзией, с его общественной деятельностью, то прежде всего у него видишь природу, белорусскую, у темлику, і туя природу, яку ми сіоня з вами назираєм. Гэта тая академія, де ми сіоня з вами живем і працюєм, а легалона – це чоловік-белорус, який у ХХ веку і усіоня, який переживає моменты вельми тяжкі. І, може бути, і так можна сказати, що ми би, білоруси, і не вижили б, і не прийшли б на той високий уровень, на якому ми знаходимося, якби не Янка Купала і не його поэзія. Тому що поэзія призіває людей до бру, поэзія призіває людей до счастью, поэзія призіває людей до совершенства, поэзія призіває людей досяження более высокого уровня, на котором вони стоять. Право відкрити меморіальну дошку представляється ректору академії Александру Павловичу Курдека. З вересня 1908 года Янка Купала працаваў бібліотекарам, крыху більш за гост на абонеменцію проватной бібліотецы ў новоградскім павеці. І гэта маленькая деталь набліжая да нас вялікага чалавека. Вялікія паэты заусёды застаюцца з народам, зліваюцца з ём. Каб заусёды быць побач у радысті і горы, яны вечная, бо спадшына іх золотый духовный фонд нации. Так і Янка Купала з рук сваего народу отрымаў неумеручасць. Цябры, я хочу падякваць усім за увагу і за цікавые выступы, і запрасіць ў бібліотеку наведаць книжныя выставы, просвеченная піснярам нашей белорусской земли. Халилавка. Цябры, я хочу падякваць усім за цікавіць усім за цікавіць усім за цікавіць усім за цікавіць. В каждій строчці знаходиться определённий глубокий смысл. С історією горок Янка Купала зв'язувається ещё і тот факт, що він, во-первых, неоднократно був в горках, а последний його визит був в 1941 році. Янка Купала був в дружеских отношениях с Деміаном Романовичем Нориковым. Як-то даже їх імена всігда произносяться в місті. Кула, Купала. Це наша гордість Білоруссі. Наверное, поэтому. І ось ми організували експозицію і Кула. Ну і, звісно ж, не забыли інших писателів Білоруссі, які в цьому році у Деміаном у нас. Ось Ольга Павловича. Деміан Романович Нориков заказував за собственне средство. А вот эта его библиотека, вот такие вот книжечки, дарственніми надписіями. Т.е. вот эти дарственні надписи «Прямишником». Благокуважаємо прохи. І, звісно ж, Деміан Романович Нориков, це наша гордість. Це тож віддающеся вирішність, знахове для біблітеки, для місті. Стол тоже, за которым работал Ленин Романович Новиков, это его зубовый стол. А вот здесь вот видите, карантаж лица с надписью здарственной. От кафедры сельскохозяйственных мелиораций. Да, да. Глядно. Дарственная, да, точно. Какой год? Семидесятилетие. Семидесятилетие, значит. Семидесятилетие, как упало, и именно достояние нашей, будем говорить, страны и мира, но подтверждает вот такие кусочки. Мой родный Кутык, ты мне милый, забыть тебе не маю силы, ни разу добрый на дороге, житьем весны моей убогой, в тебе я в думках залетаю, да и там часами спочиваю. А как бы я хотел спочатку дорогу жить тебе по парадку, простейшие, разозернуться, собрать здоровь каменнятые, что губят силы молодые. К весне моей хотел вернуться. Я понимаю, это поэтому написано, что уже он хочет жить, хочет, чтобы жила страна, все, чтобы жили. Ну, а возраст уже говорит о том, что весна, весна не для меня, это не я тобой обогреты, приход твой радостный споткаю, не я тебе весна чекаю. Вот такая тут ситуация.